всем привет с вами бойк алексей канал компьютерные гений в этом видео я сделаю видео обзор по деби англоси сначала первая часть будет посвящена именно обзору то есть покажу где что находится ну как я обычно делаю да вот и в следующей части я уже покажу как я настраиваю дебен под себя и так давайте начнем то есть это у нас новый выпуск дебен 8 . 4 и оболочкой здесь стоит по умолчанию это gnome 3 окей и так поехали то есть где у нас тут что находится здесь вот у нас идет обзор то есть нажимаем на обзор и открывается вот такой вот меню похоже как на ubuntu тоже здесь у нас мы можем видеть это рабочие столы вот и вот ниже если вы мышку опускаете здесь у нас всякие уведомления то здесь может быть а секью skype в данном случае вот еще вот по программе которой я сейчас записываю да и кстати вот это вот только свеже установленный дебен тут ничего нет лишнего кроме того что я только что установил вот эту программу которая демонстрирует себя и плюс программу казан который я записываю это видео вот все остальное здесь стоит по умолчанию вот то есть здесь панелька вот такая на нее вы можете как заносить какие-то новые ярлычки и так и удалять их отсюда например от них help нужен справка да я удаляю из избранного то здесь это у нас избранное вот например что еще почта мне здесь не нужно в избранном да тоже могу удалить отсюда далее вот это можно переместить например вот сюда выше так эмпатии это программка типа и секью и там куча других всяких можно мессенджеров там включая вконтакте и так далее то есть все сюда подключить и удобная штука вот но здесь она мне пожалуй не нужно так это я пожалуй размещу сюда так и то здесь у нас избранная здесь у нас все приложения да и они причем показываются как все вот здесь кнопочка есть и популярная то есть в популярных она будет показывать именно вот то что вы непосредственно вот недавно включали да но здесь будут показывать в принципе тоже очень удобно если вот программа очень много то просто здесь вот в поиске можно набрать программу и найти ее руки и так давайте посмотрим что у нас есть на все нажимаем все так но это вот у нас запись на диске это у нас такая как комната смеха примерно да то есть там вы камеру включаете изображение вот такое всякая коверкается прикольная штука так сейчас минутку ладно меня не будут показаны ладно так поехали дальше значит это у нас как блокнот это у нас графический редактор гимн так далее так казан который я сейчас записываю видео данная да то есть либро офис у нас здесь есть это аналог microsoft вот это добавлю в избранная потому что этим я часто пользуюсь так далее вот тут у нас всякие игрушки на любителя простые так вот у нас это потом я этого коснусь так заметки калькулятор в принципе калькулятор тоже наверно я сейчас себе размещу так калькулятор калькулятора добавлю в избранная здесь календарь вы можете посмотреть дату открыть часы подредактирую дату время и так далее да здесь язык переключается раскладка клавиатуры вай фай который вы используете так и здесь соответственно выход вход перегрузиться пожалуй давайте перейдем к следующей части это именно к настройке гибер то есть я ее буду настраивать для себя для того чтобы я мог работать да то есть вы можете это делать как-то по-другому то есть вы можете с ним графическую оболочку если вам не нравится именно вот такая система не нравится гном то пожалуйста можете установить например синамон и у вас будет тоже linux mint так и так давайте начнем то есть первое что я хочу сделать это сделать так чтобы вот у меня здесь были не просто крестики да на закрытие окон а еще свернуть и развернуть были да для этого мы переходим сюда показать приложение и здесь мы выбираем дополнительные параметры вот здесь у нас есть вот такой значок как окна вот и вот здесь нам нужно включить развернуть и свернуть и мы видим что у нас уже все это дело здесь появилось да так далее у нас автозапуск здесь мы можем добавить различные программы в автозапуск чтобы при загрузке системы они автоматически на загружались так верхняя панель показать дату можно 17 апреля секунды не будем показывать так внешний вид так здесь можно поменять внешний вид нашей окон и так далее так вот здесь я хочу тему поставить другую здесь можно например нажать и видим да вот здесь в окошке у нас изменились вот и давайте посмотрим другие варианты что у нас тут есть вот то есть в принципе если эти темы не нравится то вы всегда можете зайти на специальный сайт и скачать дополнительные темы которые вам могут понравиться там в принципе я показывал в уроках что есть и под маку с и под windows и все что вашей душе угодно как говорится да то есть вы можете это все дело сделать и восстановить так что то я тут не найду то что мне нужно получается когда еще дополнительно другие графические оболочки скачивать что там еще дополнительные какие-то другие темы вот и в принципе я там нашел одну интересную тему и у меня на здесь не докачалась поэтому мне придется либо ну скорее всего просто зайти на сайт которого ссылочку я вам дам на своем сайте и просто можно скачать любую тему и установить ее так да тут у нас просто небольшой выбор получился поэтому то что я настраивал то что мне понравилось я вам тут не покажу вот но имейте ввиду что просто вы можете установить другие оболочки либо просто скачать другую дополнительную тему у вас тут будет другие окошко так ладно туда с этим окей хорошо следующее то есть вот у нас например нужно сменить обои рабочего стола для того чтобы сменить обои рабочего стола нужно либо поставить то что у нас есть по умолчанию в дебе либо скачать какие-то другие красивые картинки и установить их давайте я сейчас скачаю сразу картинки и установлю их ну и давайте вот эту ноту не скачаем чисто для примера показать да так вот она открылась правой кнопкой кликаем сохранить изображение как и сохраняем в изображении нажимаем сохранить все сохранили так и теперь правой кнопкой мышкой кликаем изменить фон рабочего стола так и вот здесь кликаем фон и можно выбрать либо из того что у нас здесь есть либо нажимаем на изображение и устанавливаем то что мы с вами скачали и нажимаем выбрать все наш фон применился другая картинка так теперь давайте коснемся следующей задачи это как устанавливать какие-либо программы до программ в дебе больше всего из всяких типа linux mint или baubuntu то здесь их гораздо гораздо больше и работают они стабильнее такие для того чтобы установить программу мы идем в обзор здесь мы выбираем показать приложение и здесь находим иконку пакеты нажимаем на нее вот и здесь вот появляется у нас вот такое окошко и здесь вы можете вбить название той программы которая вам нужна и соответственно вы ее скачете например давайте для примера возьмем open arena да это аналог quake 3 игры так open arena вот жмем enter находим эту игрушку так шутер game то есть вот вот она у нас есть и мы нажимаем применить изменения и скачиваем и устанавливаем ее да вот либо нам может быть какие-то еще игры нужны либо какая-то нам графика нужно либо что-то еще то есть вот здесь вот все у нас распределено по каким-то таким тематикам и здесь вот мы находим то что нам нужно и скачиваем и устанавливаем то есть вот таким образом это делается так следующее то что я хотел бы еще показать это как устанавливать в гибель skype потому что я столкнулся с тем что это немножко не так чем в бунту и linux mint например да здесь это немножко сложнее но когда вы знаете в этом нет ничего сложного да и хочу такую вещь сказать что у меня есть группа которая посвящена linux у это сейчас я наберу это вконтакте vk . com slash linux linux для вас то есть вот такая вот группа здесь у нас есть меню вы нажимаете на меню здесь вы можете найти то что вам необходимо правило о нас скачать linux mint создавал когда установил linux mint для того чтобы ну во первых записать все необходимое для себя чтобы ничего не забыть где что находится какие-то команды которые могут мне помочь и так далее да вот и после того как я анонсировал свою группу в обзоре по linux mint люди стали сюда подписываться их я ее никак не раскручивал просто люди по видео видимо переходят под видео ссылочка там и переходит и вот уже у нас 197 человек накопилось вот и что хочу сказать что все вещи которые касаются дебин я вот здесь сделал специальную тему и здесь записки по дебе вот и мне очень сильно помог вот этот человек зовут его андрей олампиев вот он у нас здесь как консультант в группе то есть вы можете к нему обращаться он не против потому что он уже когда сам изъявил желание быть консультантом вот и может ответить на какие-то ваши вопросы если я например не могу ответить на них то у нас здесь в группе есть консультанты которые могут вам помочь с какими-то вашими вопросами вы можете писать ваши вопросы вот в эту ветку то есть вопросы от новичков вот либо напрямую консультантом но лучше куда-то вот все-таки ветку потому что чтобы другие люди могли читать ваши вопросы может быть у них тоже такая проблема и они могли тоже решить свой вопрос о как видите здесь люди уже задавали вопросы и либо я либо кто-то другой человек отвечал и помогали разобраться людям с этими проблемами вот итак вернемся к скайпу да и ссылочка на эту группу будет тоже под этим видео вы сможете ее найти ссылку на эту группу и так вот у нас здесь записки по дебе и вот здесь здесь вот такая вещь есть то есть у нас вконтакте он почему-то вот эти два минус или две черточки такие он скрепляет сплошную сейчас они выглядят как два тире но на самом деле там есть лишнюю здесь где-то пробел вот поэтому лучше всего период по ссылке на источник вот и сейчас посмотрим если он доступен он доступен вот и skype установим именно вот по этим ссылкам да но предварительно нам нужно будет с вами сделать следующую вещь это в терминале выполнить команду вот это вот сюда вот мы и скопируем копируем так идем в терминал так терминал у нас вот он кстати тоже можно добавить в избранное так запускаем терминал вот команду я скопировал теперь чтобы ее вставить мы нажимаем control shift одновременно дату сдержим control shift и нажимаем букву в то есть вставить то есть в терминале именно вот так это работает по-другому вы не вставить в терминалом если вы что-то вы скопируем теперь жмем enter и вводим ваш пароль которую вы вводили при установке системы его пароль вот и у нас открывается вот этот список который мы должны сейчас отредактировать потому что если вы нет и редактировать него то у вас будет ошибка и skype вы не сможете включить по крайней мере у меня это было так так и вот здесь вот нужно вот перед этой строчке вот перед этой вот поставить решетку вот решеткой просто означает комментарии то есть вот этот действие но не будет выполняться и у вас будет все нормально так и нажимаем control с сохранить либо отсюда просто сохранить нажимаете и сохраняете этот файл все часть мы с вами сделали так идем опять так на нашу страницу вот и теперь мы можем смело выполнять следующие команды так берем вот эту команду да это кстати тоже вот это официальный сайт дебен поэтому с этим все нормально так и опять мы идем в терминал вставляем нашу команду и выполняем ее жмем enter вводим пароль так следующую команду делаем апдейт данных так уводим так вот у нас пошел апдейт так все теперь мы берем вот эту большую длинную строчку копируем ее и опять же вставляем в терминал жмем enter спрашивать есть но есть просто это жмем как все это у нас установилась теперь берем следующую строчку выставляем спускаем все готово так и последняя строчка у нас так но по идее у нас все у нас делалось да так по идее у нас skype установлен давайте проверим повесили он у нас skype давайте здесь наберем да вот у нас skype пожалуйста добавить в избранное вот наш skype давайте его запустим посмотрим что у нас там такое происходит так мы вот наш skype да то есть я согласен и запускается наш skype то есть нужно ввести логин и пароль и в принципе все так здесь в принципе можно что еще сделать этот браузер это по сути mozilla firefox да то есть немножко переделанные какие-то вещи там были переделаны и называется он а из визу вот но по сути это тоже мазила и работает то же самое и в то есть можно например если у вас есть мазила на других компьютерах то можно здесь сделать синхронизацию меня например есть мазила на других компьютерах и я использую синхронизацию для того чтобы синхронизировались все мои закладки потом всякие плагины и так далее да то есть принципе очень удобно не нужно каждый раз это все заново устанавливать и ваши закладки не будет все доступны вот здесь вбиваем электронную почту то есть вы должны сначала зарегистрироваться если вы зарегистрированы уже как я и у вас синхронизация уже сделано то просто заходим сюда сейчас я покажу как это работает так вот собака я . ру и здесь мы вводим наш пароль жмем войти и начинается синхронизации сейчас вы увидите что у нас всякие закладки тут появится на панель закладок вот они уже появились закладки пошли этим старт это можно удалить это самой fox добавляется на вот и если это перезапустить потом у нас появятся всякие плагины дополнительные то есть это вся синхронизация она начинает вот вас пас у меня включился нет спасибо нет всякие плагины здесь у нас устанавливается и так далее да то есть принципе очень удобно я рекомендую этим тоже пользоваться это синхронизация это классная штука потому что у вас все ваши закладки там и вот я использовала спас кто не знает что такое под этим видео тоже будет ссылка на ролик о том что это такое на спас очень удобная штука вот и так далее то есть вот видите все плагинам и синхронизировались в принципе это очень удобно рекомендую этим пользоваться так с этим закрыли вот и так это тот же самый гиби я только загрузил оболочку синамон и установил некоторые программы вот я хочу показать как и что тут я сделал да ну во первых как вы здесь можете видите установил такую тему здесь вот такие вот кнопочки чем-то напоминающий mac вот и это оболочка как я уже сказал синамон то есть вот она как в linux mint то же самое да вот так же я поставил вот эти вот значки синяки сделал то есть когда вы тему до устанавливаете вот как я в видео показывал в установке дебе они да то есть там можно выбрать несколько графических оболочек и если вы выбираете их несколько то есть частности синамон то у вас появляется возможность установки вот этих вот тем дополнительных которые автоматически докачиваются да вот и так же вот такие вот значки синенькие можно поставить синий цвет просто больше нравится вот и что значит по программам я вот здесь установил как вы можете видеть к и родок программа здесь устанавливается с помощью менеджера пакетов в принципе как и в linux mint как его бунту но единственная разница что в linux mint и в бунту вы когда выбираете какую-то программу там есть описание и оценки людей да в пользу вот этой промыли в минус ее то есть какие-то комментарии здесь же ничего такого нет вот но зато здесь гораздо больший выбор всех этих программ и они стабильнее вот например да вот эта вот программа который я нашел для себя с помощью которой можно редактировать видео очень хорошая программа вот например мы ее здесь и добили в поиске и жмем enter да вот она показывает что установлена чтобы ее удалить вы просто снимаете галочки с ненужных для вас пакетов и жмете принять изменения и все это дело удалиться в принципе это все просто так далее я поставил программку ну вот этот который показывает мое изображение казан с помощью которой я записываю видео да аудасики программка с помощью которой можно редактировать аудио то есть вырезать удалять шумы и так далее то есть помощи не я в принципе удаляю различные шумы и обрезаю делаю различные затухания звуков и либо музыки какой-то и так далее в конце чтобы она плавно затухала то есть это принципе можно делать здесь либо видеоредакторах в зависимости от ситуации далее это проигрыватель обычный как бы ну в принципе мне он нравится там даже можно радио запускать давайте вам даже наверно покажу как я запускаю радио то есть у меня есть файлики вот здесь есть радио файлы да и вы можете просто их запустить и послушать какую-то музыку то есть эта музыка онлайн радио и в принципе тут самые различные радио станции которые можно слушать онлайн если кому нужны вот эти вот радио станции то ссылочку на эти файлы я выложу на своем сайте ссылка на мой сайт вы можете найти вот под этим видео ссылочка будет вы можете перейти скачать в принципе чтобы вам не заморачиваться по поводу их поиска в интернете установки то есть это как бы тут ничего сложного нет вот и причем эти файлы они подойдут как для windows программ так и для линукса то есть они в принципе одинаковые то есть если у кого есть программа например в windows называется на а и то вот эти все файлы они запускаются также и во импи это для windows программка так далее здесь еще есть такая интересная вещь я ее не показал так сейчас найдем где она у нас есть это аудио видео так вот видео похоже тут идет трансляция видеоканал то есть ну по сути телевидения то есть правда там на различных языках итальянский на русском я смотрел есть что-то летит но возможно что то есть то есть то есть это про канал становилось вместе с дебина и просто как-то обнаружил посмотрел но трейлеры фильмов есть для apple да то есть можно посмотреть они на русском так вот например какие-то передачи что-то можно посмотреть все-то не на местных языках то есть не на русском языке я не смотрел может что-то есть на русском то есть если кому интересно можете посмотреть так что еще у нас тут есть но гимн понятно то есть это аналог фотошопа то есть я его воспринимаю как аналог фотошопа все что мне необходимо и делу именно в гиппи да и посмотреть как он быстро запускается в дебин на удивление то что я заметил дебин гораздо быстрее работы чем тот же линук смент и сравнение не идет даже с уму то есть реально очень быстро все это дело запускается и работает вот а гимп он многие возможны критикуют его что является аналогом там много функций недостаточно вот но в принципе мне хватает выше крыши его для моих нужд и в принципе он бесплатный так далее идет у нас либро офис это аналог варда от microsoft да то есть принципе здесь можете писать тексты как 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 в обычном варде это понятно здесь экселевский вариант вот либро офис также в либро офис есть powerpoint где можно делать различные презентации вот я когда свои какие-то вебинары провожу по своему бизнесу то я как раз делаю все это в power и в powerpoint powerpoint это как раз в microsoft а это либо офис импресс то есть вот я делаю все это в импрессе то есть там достаточно все грамотно сделано можно делать хорошие отличные презентации так это я поставил это блокнот просто иногда необходим обычный блокнотик это для переписки программка это программа мне нужна для создания сайтов я использую это для выхода хостинг дарусь где хранятся сайты различные то есть это необходимо для работы просто калькулятор вот эта программка она чистит систему то есть я в принципе не знаю что там в линдуксе еще можно чистить то есть вот я знаю что windows очень много файлов остается лишних которые система просто не удаляет до сама вот ну здесь тоже есть какая-то правка которая чистит подчищает систему так это недавно событие ну и выключить вот в принципе вот еще я поставил это программка для скриншотов dropbox еще я поставил вот да еще кто-то там спрашивал как ставить программы когда вот один вариант это вот вы их находите вот здесь например да то есть в поиске другой вариант это когда вы идете на какой-то официальный сайт и скачиваете какие-то программы например тот же dropbox например да вот и третий вариант это когда вы заходите в терминал вот у нас терминал и здесь в терминал вбиваете специальные команды которые устанавливают для вас какие-то программы как вот я показывал skype до устанавливал до этого вот и сейчас я хочу вам показать как устанавливать например программы для дебен там или того же той же у бунты linux mint как их устанавливать через интернет например да вот если мы зайдем скажем давайте здесь возьмем dropbox например да dropbox вот и мы заходим на официальный сайт dropbox а и хотим например установить программу именно вот с их сайта мы нажимаем скачать приложение обычно когда вы заходите 100 операционной системы в которой вы работаете по себе сейчас с линуса работают и тогда мне показывает именно для скачивания именно для моей системы то есть вот вы можете видеть 60 дебен вот в 64 32 бита то есть я выбираю ту категорию которая мне нужна например вот 64 бита и скачиваю вот этот файлик жму окей он скачивается у меня вот и я иду в загрузки иду в загрузки вот и пакет вот у нас здесь кончается на . д это как раз установочный пакет вот два раза на нем кликать не нужно как это обычно делают делается в windows и да то есть мы здесь правой кнопкой мышкой нажимаем и открыть в программе вот программу установки пакетов и все то есть у вас запускается установка и вы просто далее далее там как бы все устанавливается я сейчас устанавливать не буду потому что у меня dropbox уже стоит но делается это именно так то есть вы скачали пакет правой кнопкой мышки и установочной программы вы запускаете данный пакет вот и все у вас будет работа три варианта первое стандартный это вы идете в менеджер пакетов устанавливайте с помощью менеджера пакетов второй вариант это через терминал с помощью специальных команд да вот и третий вариант это вы идете на какой-то сайт на котором вы скачивали на котором есть что скачать установить скачиваете пакет устанавливаете вот но стандартный способ это либо через терминал либо через менеджер пакет используя именно те репозитории которые уже есть по умолчанию то есть стандартный если вы добавляете какие-то свои репозитории тогда у вас есть шанс что вы можете таким образом ухудшить вашу систему то есть сделать и нестабильный либо отцепить какой-то вирус и так далее да вот линуксе и конечно это очень сложно сделать но как бы если вы пользуетесь стандартными репозиториями то у вас не будет проблем с вирусами я пользуюсь линуксом с 2011 года и за это время у меня ни разу не было проблем никаких с вирусами вот поэтому конечно вирус подцепить можно но шансов у вас очень очень мало в принципе я на линуксе никогда не использую антивирусные какие-то программы потому что не вижу в этом смысле так ладно с этим мы разобрались и последнее то что я хочу сказать если вы хотите сменить графическую оболочку то есть вот сейчас у меня например стоит ценам он который используется в линдукс минд если я хочу например сменить и поставить какую-то другую оболочку например gnome 3 либо еще какую-то то для этого все что нужно сделать это завершить сеанс вы просто выходите из из оболочки да вот этой и как вот я до этого показывал как выбирать оболочку вы ее меняете при заходе и заходите уже в другой графической оболочки ну вот пожалуй на этом и все если вам понравилось это видео тогда ставим пальцы вверх подписывайтесь обязательно на мой канал делитесь этим видео с вашими друзьями если у вас есть какие-то вопросы или пожелания по следующим каким-то обзором либо по каким-то новым видео по линуксу по windows то обязательно пишите об этом нет комментариях обязательно вступайте в группу по линуксу ссылочка будет под этим видео вы можете найти ссылку на мою группу по линукс системе на этом все с вами был бойк алексей всем пока и и Редактор субтитров А.Семкин